Вместо чая и булочек в этом году термометр, антисептик, медицинская маска. В единый день голосования усилен режим безопасности. Бюллетень передают в перчатках, защитном экране. Тайну голосования избиратели несут за символическую ширму. Они в разы меньше, чем обычно, все бесконтактно. 10 секунд и голос по поправкам в Конституцию летит в КАИП. Особого ажиотажа на избирательном участке в первой школе пока нет. Очередей, соответственно, тоже люди приходят, отдают свой голос и сразу уходят. Основная масса голосующих – это люди в возрасте молодежи, пока не проснулась. Колоритный мужчина в шляпе Николай Васильевич. Ему 72 года, голосует всегда. И этот день не исключение. Говорит, некоторые поправки вызывают сомнения, но в целом одобряет. Мне, как пенсионеру, импонирует то, что будут не как один раз пенсии, а то, что Путин по этому поводу сказал, что не обязательно на один раз. Мы можем и несколько раз проиндексировать нашу пенсию. К полудню молодежь просыпается, голосующих больше. У меня позиция такая, ну, как скажем, противная, как Баба-Яга, потому что я считаю, что основная, как бы не маскировали под какими-то хорошими инициативами основной посыл, все-таки в нашей стране должна быть сменяемость власти. И, ну, если хотите что-то хорошее сделать, просто делайте это. Не обязательно это вносить в Конституцию. В Барнауле открыто почти 270 избирательных участков. В целом люди голосуют уже седьмой день. Но именно сегодня на избирательных участках отмечается пик. Сейчас проголосовало уже 90 человек. Это очень оживленно. По сравнению с предыдущими днями, это большая уже явка. Но надо сказать, что у нас и на вчерашний день за весь период досрочного голосования проголосовало на 1177 человек, что составляет 37% от всего избирательного участка. Нарушений здесь за день не зафиксировали. По словам общественного наблюдателя, сегодня на его плечи легла еще одна функция. Соблюдение правил безопасности, то есть в связи с ситуацией в стране, в связи с эпидемией коронавируса, это перчаточно-масочный режим и дезинфекция всех приходящих. Потому что это безопасность всех нас в первую очередь. Здоровье – это всегда главное. Ну и, конечно, следить за самим ходом голосования, следить за дистанцией между людьми. По опыту прошлых голосований сейчас как раз начинается еще одна волна голосующих – тех, кто голосует в последний час работы избирательных участков. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.